Библейский портал экзегет.ру представляет Построила себе дом, вытесила семь столбов его Заколола жертву, растворила вино свое И приготовила у себя трапезу Послала слух своих провозгласить С возвышенности городских Кто неразумен, обратись сюда Искудаумному она сказала Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино Мною растворенное Оставьте неразумие И живите, и ходите путем разума Поучающий кощунника наживет себе бесславие И обличающий нечестивого пятно себе Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя Обличай мудрого, и он возлюбит тебя Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее Научи праведного, и он приумножит знания Начало мудрости и страх Господень И познание святого разум Потому что через меня умножатся дни твои И прибавятся тебе лет жизни Так наставляет премудрый Соломон в своих притчах О чем здесь речь? И что это за премудрость? И почему нельзя обличать кощунника? И что будет человеку, который построит дом свой на семи столпах? Вообще, надо сказать, что здесь 9 глава с 1 по 11 стих Читается в храмах в качестве премии на богородичные праздники Поскольку здесь преображается ипостасная премудрость Не в предвечном бытие своем, то есть в сыне А в состоянии воплощения Мысль же о воплощении Сына Божия неотделима от мысли О Пресвятой Богородице, которая послужила орудием воплощения Сына Божия Поэтому мы видим, что здесь сказано об устроении на семи столпах Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу Цитата Премудрость построила себе дом, вытесла семь столбов Пречисломоны 9.1 Премудрость, Сын Божий, сделавшийся человеком Он приготовил себе дом, плоть от Девы Пресвятой Богородице Семь столбов, Дух Господень, Дух Премудрости и Разума Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия Пророк Исаия 11.2 Дух страха Божия, говорит Пророк Исаия Или дом церковь, а столпы апостолы Или говорит о мудром муже, потому что он тверд, имеет нужное для себя и не нуждается в чем-либо И святитель Иоанн Златоуст заключает так Дом Премудрости церковь, столпы, почитаемые столпами в церкви То есть апостолы и их преемники Конец цитаты Итак, мы видим, что святитель Иоанн Златоуст говорит о том, что дом Премудрости это церковь Столпы, почитаемые столпами в церкви То есть, как мы сказали, это апостолы и их преемники Действительно, в священном писании, как и перечисляет здесь святитель Иоанн Златоуст О семи добродетелях, семь столпов Он говорит, дух Господень, дух премудрости разума, дух совета и крепость, дух ведения и благочестия Мы знаем, что в церкви есть и семь таинств, которые учреждены самим Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом Господь говорит, кто не будет креститься, от воды и духа не войдет в Царствие Божие Таинство крещения Таинство исповеди, когда он является своим апостолом после дня своего воскресения, перед своим вознесением Об этом говорится в 20 главе Он говорит апостолам, кому простите, тому простите, на ком оставите, на том останется Учреждает Таинство исповеди Далее Таинство Евхаристии Евангелие Таана говорит о том, кто не будет пить и вкушать хлеба Христова Под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа Тот не войдет в Царствие Божие То есть Евхаристия это единственное соединение человека и Бога Нужен так даже лучше сказать, единственный доступ к Богу Потому когда мы с вами причащаемся, мы так и говорим, в оставлении грехов и в жизнь вечную В этом соединении происходит обожение человека как такового И другие таинства, которые есть, или освящение, и таинство священства, и таинство венчания И таинство, как я уже сказал, соборования То есть все эти таинства учреждены самим Христом Соборование, например, об этом говорит уже апостол Он говорит, если кто болен из вас, и евангелист То пусть призовет священника, помажет его, помолится над ним И болезнь оставит его Поэтому в церкви нет ничего надуманного Нет ничего новаторского Церковь получила в день Пятидесятницы всю полноту Божественного Откровения На соборах церковь лишь утверждала, что есть истина Истинное понимание тех или иных вопросов, касающихся спасения И все, что повреждает эту истину, на соборах отметалось Поэтому церковь не придумывает ничего нового Она сохраняет то, что и было передано самим Христом Как он говорит, все, что слышал у Отца, передал вам И, как я уже сказал, Дух Святой, сойдя на апостолов Дал всю полноту догматического богословия Вся полнота догматического богословия в той или иной степени Если хотите, выражается в этих семи таинствах церковных Поэтому здесь так и сказано Что премудрость построила себе дом Вытесла семь столбов его Заколола жертву, растаренная вином То, о чем сказал это прообраз с Евхаристией Приготовила себе трапезу Здесь говорится о доме Не только как о церкви земной Но также и о царстве Божьем Как о церкви небесной Мы помним, что Господь Иисус Христос В Евангелии неоднократно говорил притчу О людях, которые были позваны на брачный пир Когда Он говорит, что много званых, но мало избранных Одна из притч так и звучит Что Господь сказал, пойдите по городам Сначала позовите друзей Потом никто не пришел, как мы помним И Он говорит, пойдите по городам и весям И соберите хромых, нищих, больных И далее говорит, блудницы и прелюбодеи Впереди вас идут с царствия Божия Почему так? Много званых, но мало избранных Господь призвал своих Но свои Те, которые уже в церкви Как Он говорит Один сказал, я купил себе большой дом Другой сказал, я женился мне некогда Третий сказал, я подсчитываю доходы Поэтому они, говорит, будут извержены Из царствия Христова То есть дом премудрости Божий Это царствие Божие Царствие Божие Домоустроитель Который является сам Господь Иисус Христос Послание апостола Павла 1 Тимофея 3.15 Так и сказано Что церковь Это дом Божий И начало царствия Божия на земле Церковь здесь основал сам Господь Иисус Христос Так и сказал, что создам церковь мою Врата ада не одолеют ее А вот что пишет апостол Павел к преемнику своему Тимофею 3.15 1 Тимофея 3.15 Чтобы если замедлю ты знал Как должно поступать в доме Божием Который есть церковь Бога Живого Столб и утверждение истины Видим, что природа церкви Не протестовать Не искать что-то нового А утверждать ту истину Которая была передана Снова повторю В день Пятидесятницы От кого? Христос говорит Пойду и умолю Отца моего И пошлет вам Духа Святаго Который вас наставит на всякую истину И напомнит все, что я говорил вам Так Послание апостола Павла к евреям 3 глава 6 стих сказано Христос как сын в доме его Дом же его мы Если только дерзновение и упование Которым хвалимся Твердо сохраним до конца Видите? Везде эта мысль Твердо сохраним до конца То, что приняли Этим отличается церковь Этим отличается и церковное образование Не искание новаторства Не искание какой-то истины Нет кроме Никакой истины, которая говорит сама о себя Ясим путь истины и жизнь Поэтому и вся церковная жизнь И все церковное образование Призвано именно Воспринять, насколько это возможно для человека Благодать Христову А возможность это Открывается только через покаяние То есть Обновление ума Апостол Павел так и пишет Не сообразуйтесь с веком сим А преобразуйтесь с обновлением ума вашего Чтобы вам познавать, что есть воля Божия Благая, угодная и совершенная Почему мы не знаем волю Божию? Здесь все просто Как Господь говорит Вы прошаете меня И говорит Почему мы постимся, а ты не видишь Смиряем душу свою, а ты не слышишь Потому что вот в день поста вашего Это 58 глава пророка Исай Вы исполняете, говорит, волю вашу И требуете тяжких трудов от других Вы не поститесь, говорит, так Чтобы голос ваш был услышан на высоте Таков ли пост, говорит, который я избрал День, в который человек томит душу свою И так далее То есть Обратная перспектива Почему мы не понимаем волю Божию Сообразуйтесь с веком сим Не преобразуйтесь обновлением ума вашего То есть покаянием И не будете знать, что есть воля Божия И благая угодная и совершенная Это обратная перспектива На те слова апостола Павла То есть который говорит Не сообразуйтесь с веком сим Преобразуйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать, что есть воля Божия И благая угодная и совершенная Поэтому Постол Павла так и пишет Посланник евреям Что Христос, как сын в доме его Дом же его мы Если только Дерзновение и упование Которому хвалимся Твердо сохраним до конца Еще, пожалуйста Например, у Псалмопевца Давида 11 Псалом 7 стих Слова Господни, слова чистые Серебро очищенное от земли В горнили Семь раз переплавленное Несколько есть различных истолкований По поводу семи столпов Ну, они не удерживают Такого обычного даже осмысления критики Например Например, в иудаизме О семи столпах говорится как О семи небес То есть есть такое седьмое небо С которого якобы сошла Тора И даровано людям Еще менее В смысле Семи свободных искусств Говорится так же Или, например Говорится о семи главах Книги притчи первых Но в большей степени Об этой премудрости Скорее Утвердительно говорит Именно церковь И учит Как о таинствах Как о добродетелях И вот апостол Иаков В 3 главе 17 стихе Так и пишет Но мудрость Сходящая выше Перечисляет этих Семь добродетелей Во-первых Чиста Потом мирно Скромна Послушливо Полна милосердия И добрых дел Полна милосердия И добрых плодов Беспристрастно И нелицемерно И нелицемерно Апостол Иаков 3.17 Можно посчитать Во-первых Чиста Раз Мирно Два Блаженны миротворцы Скромна Три Послушливо Четыре Полна милосердия И добрых дел Добрых плодов Пять Беспристрастно Шесть И нелицемерно Семь Вот эти семь Добродетели Еще Да Это я уже Зачитал В общем-то Пророка Который цитировал Свидетель Иоанна Златоуст 11 глава 2 стих Так и говорит Пророк Исаия И почиет на нем Дух Господний Дух премудрости И разума Дух совета Крепости Дух ведения И благочестия И страхом Господнем Исполнится И будет судить Ни по взгляду От чей своих Ни по слуху От чей своих Решай дела Так сказано Что Кто это люди Здесь говорится Кто неразумен Обратись сюда Искудаумному Она сказала Да и третий стих Интересен Послала слух своих Провозгласить И Возвещать Послала слух своих Провозгласить С возвышенностей Городских Что это за слуги Которых Посылает Господь Возвещать С возвышенностей Городских Это в Ветхом Завете Пророки А в Новом Завете Апостолы У пророка Исаия 52 глава 7 стих Есть такие слова Как прекрасны На горах ноги Благовестника Возвещающего мир Благовествующего радость Проповедующего спасение Говорящего Сиону Воцарился Бог Твой Действительно Апостол Павел В послании Климлина 10 глава 15-18 стих Утверждая Эту мысль Уже в Новом Завете Об апостолах Так и говорит И вот цитата Как проповедовать Если не будут посланы Как написано Как прекрасны Ноги Благовествующих Мир Благовествующих Благое Но не все Послушались Благовествования Ибо Исаия Говорит Господи Кто поверит Слышанному От нас Итак Вера отслышанная Отслышанная От Слова Божия Но спрашиваю Разве они Не слышали Но спрашиваю Говорит Разве они Не слышали Почему не поверили Напротив По всей земле Прошел голос Их И до предела Вселенной До предела Вселенной Слова Их И в этом смысле После того Когда нам становится Понятен Третий стих Кто такие Посланные Слуги Пророки Апостолы То Восьмой стих Еще более ясен Сказано Не обличай Кощунника Чтобы он Не возненавидел Тебя Обличи мудрого И он возлюбит Тебя Кто это такой Кощунник Кощунник Это человек Который Василий Великий Кстати об этом Пишет Что кощунник И святотатствующий Это В общем то Одно и то же Вот Василий Великий Так и говорит Цитата Можно назвать Святотатцами И тех Кто присвояет Себе дары Божии И себе Самому Ищет славу Которая Принадлежит Богу Слышите как То есть Он говорит Что кощунником И святотатцем Можно назвать Того Кто присвояет Себе дары Божии То есть Все что у нас Есть Это не наше Все что нам Дал Бог Давно Не уподобится Тому человеку Который закопал Свои таланты Сама жизнь Которая есть Все это у нас От Бога И он говорит Что святотатцами Можно назвать И тех Кто получил Эти дары Но Присваивает Ищет Славу Себе Которая Принадлежит Только Богу Поэтому и говорит Что обличать Кощунника Или человеку Если например Здесь делается Вводное Замечание Имеющий цель Ограничить Круг людей К которым Обращена Проповедь Посланника Примудрости Бесцельно Бывает иногда И напрасно Учить мудрости Людей Призрительно Издевающихся Над истиной Действительно Так Мы помним Как Господь В Евангелии От Матфея 7 глава 6 стих Так и говорит Не мечите Бисера Перед свиньями Чтобы они Не обратились И не попрали вас Точно Если человек Не хочет слышать Если человек Отмахивается Плюется Стоит ли за ним Бегать Господь так и говорил Своим посланникам Апостолам Миссионерам Войдите в город И проповедуйте Если не примут Отрясите Прах С ног своих Вы свидетельства На них Отраднее Говорит Содом И Гомор В день Суда Нежели Там Город То есть Кощунник Это человек Который Противится Слову Божию И насмехается Над ним Поэтому Звучит Это предостережение И в этом смысле Становятся Понятны слова Евангелия От Матфея 13 глава 12 стих Ибо кто имеет Тому дано будет И приумножится А кто не имеет У того отнимется То что имеет То есть Если человек Не примет Благовестие Христова У него Отнимется И разум И он Станет Кощунником Так У пророка Языки Есть интереснейшие Слова Вот как они Звучат На церковном Славянском Церковном Славянском Более Здесь я посмотрел В синодальном Церковном Славянском Более понятен Даже В путь Отца своего Праведного Не ходил Но и На горах Пожре И жену Ближнего Своего Осквернил Понеже Не хочу Смерти Грешника Умирающего Глаголоди Аданая Господь Но ежи Обратитеся Ему От пути Своего И Жите Души Его Глаголят Аданая Господь Обратитеся Оба И живы Будете На синодальном Звучит так Не хочет Бог Чтобы человек Умирал Но чтобы обратился И жил И кощуннику Не хочет Бог смерти Но чтобы он Покаялся И вошел В царствие Христово Ибо сказано Не медлит Бог Исполнением Обетования Но возможно Ждет этого Противника И кощунника Как и дальше Дальше продолжает Апостол Петр Как некоторые Почитают То медленем Но долготерпит Нас Не желая Чтобы кто погиб Но чтобы все Пришли к покаянию Второй Петра Три девять Действительно Кощунник Этот человек Безумный Как и сказано Здесь И обличать его Надо иметь Еще и особую Смелость Скажем Помнится Такой рассказ Как Люди иногда Спрашивают Почему Вот 1917 Год И вдруг Люди ходили В храм А тут прошло Какое-то Небольшое время Они стали Из своего дома Выносить иконы И бросать их В костер И всячески Глумиться И проявлять Кощунство Над ними Над храмами Над людьми Что произошло Не надо думать Что это произошло Спонтанно Если посмотреть Новейшую историю Вернее Историю до 1917 Года Новейшая уже После 1917 До 1917 Года Вот этот небольшой Отрезок Примерно лет в 100 С 1812 После войны С Наполеоном То можно Ярко увидеть Как обмерщвление Проникало И в образование И в церковную жизнь Схоластика В богословии Католические Различные Методологии Протестантские Все это Все это Наполняло И наводняло Жизнь В церкви И снова скажу И в церковном образовании Это нужно Остерегаться Все это Подготовило Дух Народа Не просто так Не спонтанно Невозможно так Поэтому Когда однажды Есть такой рассказ Когда один человек Кощунник В кожаной куртке И в фуражке С револьвером Расстреливал иконы И говорил Ну что Где тут ваш бог Что же он мне не наказывает И дальше продолжал Палить по иконам То один человек стоял И не побоялся Этого обличения И сказал Он тебя уже наказал Он тогда к нему Обратился И говорит Как уже наказал Смотри какой я герой И снова несколько Выстрелов в иконы Тогда этот человек Ему сказал Он тебя уже наказал Он лишил тебя разума Действительно Человек кощунник Он лишается разума Когда он творит Подобные дела Девятый стих Так и утверждает Дай наставление мудрому И он будет еще мудрее Научи праведного И он преумножит знания Начало мудрости Как мы с вами читали В первой главе притч В седьмом стихе Так и начинается Начало премудрости Страх Господень И познание святого Разум И мы говорили о том Что значит страх Благоговение Перед Богом Понимание Кто я вообще И кто Бог Я всегда Говорю что Бог Согласно Православному Учению Божественному Откровению Всеведущий Всемогущий Всезнающий Невместимый Небеса небес Не вмещают его Небеса небес Не вмещают его Огромный космос Сколько там Солнечных Некоторые ученые Предполагают Что около Трехсот Возможно Солнечных систем Как наши Их такие гипотезы Если это действительно Так То сказано Что Бог Настолько велик Он творец Он не вмещает Себя И не может Вместить свое Творение И Над всем Творением Небеса небес То есть Огромный космос И вселенная Не вмещает его И вот где-то В этом огромном Космосе Есть Наша вселенная Если верить Ученым Где-то В этой вселенной Есть наша То есть В нашей Солнечной системе Есть планета Земля На этой планете Земля Есть Россия В России Есть столица Нашей родины Город Москва В городе Москве Есть газетный Переулок В газетной Переулке Есть вот эта вот Студия Где мы записываем С вами Видео Лекции На exget.ru И мы сидим В этой студии И рассуждаем О великих Делах Божих Действительно Действительно Иногда Когда читаешь Эти слова Они становятся Понятны Что начало Премудрости Страх Господень Понимая Кто Бог И кто я Насколько Бог велик Всемогущ Но Насколько Понимая И то Как он Любит Человека Как сказано Уничижил себя И не посчитал Хищением Быть равным Богу То есть Кенозис Но умолил себя Господь Иисус Христос Нас ради Человека Нашу ради Спасения И как мы Прочитали Потому что Через меня Умножатся Дни твои И прибавятся Тебе лет Жизни То есть Здесь Говорится Так же Что И в заповеди Десятисловие Когда говорится Почитай Отца и Мать Дам Проделись Дни жизни Твоей На земле То есть Человек Который Обрел Мудрость Человек Который Входит В церковь Не только Дни его жизни Умножится Как перспектива В царстве Божией Вечности То есть Жизнь Бесконечную Но и Здесь На земле И далее 12 стих Если ты Мудр То мудр Для себя И если Буин То Один Потерпишь То есть 12 стих Говорит о том Что Мудрость Которую Господь Предлагает Тебе Она Нужна Тебе Потому что Богу Она не нужна Бог не Нуждается Ни в чем Но Богу Нужен Человек И он Старается Через Премудрого Соломона Наставить Нас Чтобы и Дни жизни Продлились Наши Здесь На земле И В царстве Христовом Далее Дается Опять Такие Противопоставления Несколько Раз Мы уже С этим Встречались Говорится О безрассудной Жене О Прелюбодейной Жене И здесь Говорится О женщине Безрассудной Женщина Безрассудная Шумливая Глупая И ничего Не знающая Садится У двери Дома своего На стуле На возвышенных Местах города Чтобы звать Проходящих Дорогою Идущих Прямо Своими путями Кто Глуп Говорит Обратись Сюда Она призывает Искудаумному Сказала Она Воды Краденые Сладкие И утаенный Хлеб Приятен И он Не знает Что Мертвецы Там И что В глубине Преисподней Зазванные Ею Так Пишет Много Мы уже Говорили в предыдущих Главах О грехе Прелюбодеяния Как я уже сказал И о распутстве Но здесь Еще есть Как мы Говорим И видим Что 9 глава 1 и 11 стих Говорят О Пресвятой Богородице А здесь Вторая половина Этой главы Говорит О женщине Распутной Такое Противопоставление Церкви Божией И Капищу Бесовскому Церкви Как невесты Христовой И Блудницы Вавилонской О котором Говорится в книге Откровения В Священном Писании Такие противопоставления Есть всегда Например Говорится О предании Человеческом Которое отвергает Христос И о предании Апостольском Говорится Об идолах И говорится О святых Иконах Говорится О чаше Бесовской И о чаше Евхаристической То есть Священное Писание Дает нам Всегда Право выбора Что выбираешь Ты человек Вглядись В строки Священного Писания Всмотрись В свою жизнь Человек Сотворен Богом Свободным Поэтому Что ты выберешь Мудрость То дни жизни Твои Продлятся Здесь На земле То Они Переместят Тебя И в вечность С Богом И в Боге Если глупость С бесрассудной Женщиной То есть С Вилонской Блудницей Свокупности Всех страстей И грехов Прообраз Именно таков То наследуешь Как сказано Ибо он не знает Что мертвецы Там И что В глубине Преисподней Зазванные Ею Бог дает нам Всегда выбор Что выбираешь Ты человек Что для нас Главное Какой выбор Сделаем мы Все зависит От нас Но будем Помнить всегда Что начало Премудрости Страх Господень И познание Святого Разум .